Спасибо, Роман Александрович, уважаемые главы правительств, уважаемые члены делегации. Рад очередной возможности встретиться с вами и обсудить вопросы по вестке дня нашего сотрудничества. Хочу поблагодарить за подгадоку нашей встречи и в дистанционном режиме, и за ту важную работу, которую выполняет комиссия в этой непростой ситуации. Пандемия создала значительные трудности для всех нас. Тем не менее, сегодня мы с уверенностью можем утверждать, что она не отразилась на эффективности работы нашего Союза. Надеемся, что дальнейшие согласованные действия по противодействию новой коронавирусной инфекции в ближайшем будущем приведут к положительным результатам. Уверен, что наша совместная работа и консолидация усилий по преодолению возникших трудностей послужат дополнительной основой для углубления интеграционных процессов в рамках нашего объединения. В это сложное для всех нас время крайне важно найти взаимоприемлемые решения по всем чувствительным вопросам. Основным для нас остается вопрос пассажирских перевозок и отмене запрета на въезд граждан Армении в ряд стран ЕС. Для Армении этот год, ввиду известных всем вам причин, был особенно сложным. Но мы не снизили темпы участия в сотрудничестве и были активно вовлечены во все процессы, происходящие в нашем интеграционном пространстве. Должен отметить, что в эти дни мы полной мере ощутили поддержку наших друзей. Мы благодарим за ту неоценимую помощь, которая нам была оказана Российской Федерацией в борьбе против пандемии и в преодолении всех тех трудностей, с которыми наш народ столкнулся за этот год. Уважаемые коллеги, относительно повестки дня заседания хотел бы остановиться на следующих вопросах. Армянская сторона считает приоритетным полномасштабную реализацию проекта стратегических направлений развития евразийской интеграции до 2025 года. Этот документ нацелен на сближение уровней экономического развития государств-членов, расширение областей экономического сотрудничества, совершенствование регулятивной среды и институтов Союза. Заложенные в нем механизмы по завершению формирования общих рынков без барьеров, изъятий и ограничений являются важным фактором в деле практического достижения четырех свобод и повышения уровня кооперации и конкурентоспособности национальных экономик наших стран. Реализация документа послужит укреплению авторитета Союза в мире и, вне всякого сомнения, будет способствовать подъему его инвестиционной и инновационной привлекательности. Для нас принципиально важным остается вопрос о необходимости создания равных и недискриминационных условий конкуренции во всех отраслях экономик стран Союза. Поэтому мы придерживаемся мнения о необходимости осуществления скоординированной энергетической политики, формирования общих рынков нефти, нефтепродуктов и газа, а также общего электроэнергетического рынка. Важное значение в этом плане будет иметь принятие международного договора об общем рынке газа ЕС, предполагающий реализацию общих подходов к цене и тарифообразованию на общем рынке газа ЕС, в том числе единых тарифов на услуги, оказываемые субъектом естественной монополии при транспортировке и транзите газа. Мы подчеркиваем необходимость поиска единого решения и окончательного урегулирования вопроса формирования общего рынка газа. Уверены, что тем самым будут обеспечены условия для повышения уровня энергетической безопасности, экономической интеграции и конкурентоспособности государств Союза. Следующий вопрос, на котором я хотел остановиться, это создание единого рынка услуг в сфере строительства. Утверждение плана мероприятий в данном области является важным шагом в этом направлении. В контексте намечаемых мероприятий важен вопрос разработки и заключения в рамках ЕС международного договора о взаимном признании профессиональной квалификации руководящего технического персонала в сфере строительства. И, наконец, хотел бы затронуть вопрос о предоставлении тарифных преференций в отношении товаров и услуг из развивающихся и наименее развитых стран. Считаю необходимым немедленный пересмотр перечня стран-пользователей единой системы тарифной преференции. Перечень следует привести в соответствие с принятыми нами же критериями. Уважаемые участники заседания, в завершение хочу еще раз подтвердить готовность Армении к активному взаимодействию в интересах дальнейшего продвижения евразийской интеграции и призвать поддержать нашу инициативу по корректировке перечня стран-пользователей единой системы тарифных преференций ЕС в соответствии с требованиями норм права Союза. Учитывая, что и в текущем году это завершающее заседание Межправительственного Совета, хочу еще раз выразить всем признательность за активное сотрудничество и пожелать всем всего наилучшего. Благодарю за внимание. Межправительственного Совета